Утро следующего дня. Готовимся уезжать с Ворослава. Следующая точка нашего маршрута Кемпинг под Дрезденом. Кемпинг Пирна. Там планируем разбить наш небольшой палаточный лагерь. Будем проводить три ночи и кататься на велосипедах вдоль велодорожки вдоль Эльбы. Выезжаем с отеля в сторону Дрездена. Поверните. Направо. Главный поворот на велосипедах. Уезжая на очередную заправку перед границей с Германией. Где-то 100 км осталось до Дрездена. Заправка БП. 95-й вышел по рубль 65. Здесь также можно прикусить. Заказали запеканку. Здесь есть такая летняя терраса. Есть внутри много помещений где посидеть, покушать. Зато. Компинг. Такая ежая. Также есть автоматы, где можно поменять кэш. Заправка работает по тому же принципу. Сначала заправляйте, вставляйте пистолет, заливайте нужное количество топлива, потом оплачивайте. Есть здесь еще, рядом, Бургер Кинг такая вся. Ну вот, к примеру, такая вот запеканка свежеприготовленная. 11,90 с лукой и супчик 12,90 с лукой. Небольшой перекус и дальше в дорогу. Практически вот так вот выглядит А4, а отброс от водой. Граница снимает. Интересный момент, так понятно. В общем, я даже не заметил, но на вашу пирму я даже не изобразил заснять эту пирму. Ну, Граница, как вы себе знаете, кого нету, не знаю. Все, что я видел, этот знак ограничено с просто 80. Нас приглашают, давно пожаловать. Шанс, если правильно, я тоже. Хорошо. Включение по скорости по городу не более 50. 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 Включение по дорогам и алару не более 50. Передем работает, как выстраивайте в район, а тепло-менькое. Найдя, уhis в горячей. Пришли в следующем году. Пришли в дальнейшем выключение по дороге. Назважаем и шелик. Есть хелик. Да, это льв. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По крайней мере, оплатили ту сумму, которую мы бронировали За три ночи получается 85... Евро 80 центов А ей получается что? Нам половину информации получали на английском, половину на немецком Что-то там все было в спешке, да я не все полноценно понял Ну короче, сейчас будем пробовать ставить палатку Ставить машину И со всем этим разбираться Приключом должен дотронуться до... Работа датчика ключа из автомобиля Тыльной стороной к считающему устройству Маленькая черная коробочка Скажи вперед, и там будет какая-то маленькая черная коробочка Малая ворота ходит Рядом с воротами, видишь? Рядом с воротами, видишь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Небольшой беглый обзор Обычная палатка четырехместная Не сильно дорогой цены Сильно спешим, поэтому Так просто Есть в ней такой тамбур Куда типа можно ставить велосипеда Но сейчас в этом нет необходимости Открываете первый вход Здесь москитная сетка Ну и для комфорта был куплен надувной матрас Есть кармашки еще Окна Москитная сетка Закрываются окна снаружи Он как бы считается четырехместный По факту я считаю Для двоих самое то Приготовили велики Готовы стартовать Напомню здесь мы три дня Еще планировали здесь неспешно покататься По городу Пирна Ближайшему На следующий день планировали поехать Вдоль велодорожки Вдоль Эльбы До Чехии Или там может быть даже на территорию Чехии заехать Посмотреть что-то там Замки И так далее А на третий день хотели поехать в Дрезден Но получается так Что на третий день сейчас Там сильная гроза Ливень Дождь Планы приходят корректировать Менять Сейчас время где-то 4 часа уже Мы немного уставшие Может даже сильно уставшие Но походу нужно ехать Дрезден именно сегодня Сейчас Пошел в санитарную зону Ну и суть И по пути встретили Прямо на территории здесь спокойно стою Травка ждет Оп Небольшой обзор санитарной зоны в этом кемпинге Напомню, кемпинг называется Пирна За три ночи вышло 85 евро Это включает в себя парковку для машины И размещение платки Общей длиной Длиной, с которым там в квадратах измеряется 9 квадратов Получается туалет Здесь все чисто Аккуратно Вот здесь Детская пеленальная комната Вот такие вот чистые души Душевые кабинки Четыре штуки Раздевалочка Я так понял, что где-то там еще что-то есть На улице есть такие умывальнички Ну, если на территории Как видите, такая чистая Обзороженная, ухоженная Помимо этого, еще можете подключить электричество Если вам нужно Там с помощью двенадцати Выезжаем потихоньку с кемпинга Сейчас будем решать походу, куда поедем Может быть в Дрезден Может быть в Пирму Может здесь потусуемся Все по времени Будем успевать Заодно сейчас заедем на ресепшн Спросим о чем-то электричество И в Инфальзоне Ну, немножко кемпинги Не меня судить о цене Но, по-моему В сравнении с нашими кемпингами И хотя бы цена оправдана Потому что здесь все души И Wi-Fi, и электричество Конечно, да Это некомфортные условия Как в гостинице Или как в отеле И, по сути Грубо говоря, цена Почти тридцать евро за ночь За эти деньги Вы можете в Польше Спокойно ночевать Одну ночь Но, вблизи вот Эльбы Вблизи Дрездена Наверное, если за такую цену Отельно вряд ли получится Сейчас, вон на ресепшн И прямо выезжаешь с кемпинга И рядом заправка 95-й Евро 79 А рядом же Магазин Нету Где можно покушать Там есть кафе Ну и купить какие-то продукты Бегла обзор, что есть тут Бананы по евро 19 Или по евро 69 Или по евро 59 Куча йогуртов По 35, по 49, 55 центов Мороженое, кстати, продается В основном По 45, 56 штучек комплекса Шоколадки Консервы, вода, мясо Отельно Куп Все, едем искать ту самую За дорожку вдоль Альбы Нужно будет проехать частично через город Пирна Ну и поедем в Дрезден все-таки Дрезден все-таки Дрезден все-таки Здесь конкретно Дрезден все-таки 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 Здесь уже велодорожки нет Дрезден все-таки Дрезден все-таки Все там хорошо ило Дрезден все-таки 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 Я скачал треки велодорожки. Но что-то... что-то я её и не вижу. Поэтому появится что-то интересное. Будем снимать пока. Тут ничего интересного нет. И только я это сказал, и появилась велодорожка. Получается всё было правильно. Нужно ехать вот так. Потом вот сюда и пошуровал. Фух. А дальше у меня два варианта. Он говорит, можно и направо. Можно что-то и прямо. Конкретно Макс мне рекомендует через этот мост на ту сторону переехать. Давай. Ну а трек вообще, который я скачал, ведёт и туда. Сейчас проверим, сможем ли мы заехать на этот мостик или под мостик. Так, типа налево. Куда, походу, заедем на мост сейчас и на ту сторону переедем реки. Куда, походу, заедем на мостик. Куда, походу, заедем на мостик. Куда, походу, заедем на мостик. Ну хотя вот там вот вдалеке видно, что есть продолжение попрямо за дорожки. Куда, походу, заедем на мостик. Продолжаем наше включение, съезжаем с моста. Куда, походу, заедем на другую сторону. Куда, походу, заедем на мостик. Куда, походу. Куда, походу. Куда, походу. Куда, походу. Продолжение следует... Прямо, типа, потом налево. Продолжение следует... 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 Остановиться? Где? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, мы шар преследуем. Разворачиваться? Ну все, тогда разворачиваюсь. Все, все. Мы себя выполним. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь обратно. Километр 300. Возвращаемся на основную цель. Это опера. Так, не пойму, тут красные или зеленые. Вот оно, колесико. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Планы меняются на ходу. Едем кататься на колесе обозрения. Билет стоит с человека 8 евро. Субтитры сделал DimaTorzok По секрету всему свету, конкретно я боюсь высоты. Но это капсула на своей обозрении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для таких паникеров тут даже нет ручки. Так, пока мне не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я помню, когда я был в Гродно, на колесе мне было страшнее. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы начали движение. Комментарии я никакие не могу дать, потому что дресс занимает первый раз. В капсуле не жарко, дует кондёр Ну, сейчас не знаю, а думаешь, нас выпустит или нет? Да, вот внизу мне всё-таки комфортно Так, ясненько, придётся мне ещё раз вжаться в кресло И мы едем на второй круг, как я и говорил Так, тут плохо, что здесь нет поручни, чтобы не вжаться Вот наши велосипедики стоят внизу Вот там вот, пристёгнутые Возможно, в этот раз заезд для определённого сектора Мы уже вверху не зависим, мы просто прокрутимся А вон-то, не знаю, это была телебашня, но там видно или нет, вот там далеке мы проезжали сегодня А опера-то не знаете Может Ну, в принципе, в общем, я адаптировался, и мне не так страшно Как-то здесь по безопасности я чувствую, да? Как громко Не, ну тут получается уже и третий круг наделся Забавно Четвёртый заход, четвёртый заход Случилась небольшая поломочка Потратили 25 минут на верост Ну, сейчас пока катаемся по вечернему грязному, уже темнеет Просто вот у меня есть То mine Здесь Поэффа Ну чтобы Тверка В килограмм Твёртый заход Двёртый заход Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, уже где-то полдесятого. Наверное, будем возвращаться в кемпинг. До него еще чухать в часа полтора-два. Решили прокатиться обратно другим путем через город. Может, так будет в осени. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Едем через какой-то парк большой. Грюсер Гартон. Грюсер Гартон. Вот эта веловелодорожка, которая обратно через город до Пирны. Не вдоль Альбы, а через город. Она тоже прикольная. Да. Она еще подсвечивается. Там вдоль Альбы, я не помню. Были там фонарики. Ну, и обратно другим маршрутом интереснее. Вернулись на велодорожку вдоль Альбы. И едем тем же обратно, к которому ехали бы грязно. Кстати, небольшой лайфхак. Покупайте термобутылку. Будет держать у вас холодную и горячую воду. Вот еще и обычная фонарь будет. Улегли спать. Завтра планируется тоже насыщенный день. Планируем поехать тоже вдоль велодорожки, вдоль Альбы. Только в сторону Чехии. Продолжение следует.